Субтитры создавал DimaTorzok Пинкин, если это того не стоит, я за себя не отвечаю. Так, one second. Итак, на манеже. На манеже все те же. Давай. Хлоп, шлеп. Офигеть. Я за такую машинку слышал, сам не имел, но слышал. Даже видел у одного чудака. Только та была на резиновом ходу. Ну и что скажете? Попробовать можно? Попробовать можно. Что ж не попробовать. Но, Костик, если с такой штукой ловят, то могут убить. Я бы не пробовал. Ну так это если поймают. А как тут поймаешь? Смотрите. Ничего же не видно. Хорошо, что не в глаз. Очень эффектно. Борис Аркадьевич, ну просто Пинкин что-то не доделал. Я человек сильно уравновешенный. Но вы эту смыкалку отдайте Эдю. Пусть она переделает на что-нибудь полезное. Хоть на мухобойку. Борис Аркадьевич. Просто у нас ее запрещают, понимаешь? А экстрасенсы, они такие вещи делают. Они телепортируют предмет. Вот представляешь, он лежит перед тобой, а они раз его уже нету. Ну, это же парапсихология. Во-во. У меня был случай однажды. Гриндель один доставал. Так я это, сказал он муро его, оп, и телепортировал, как ветром сдуло. Я, наверное, пойду. Да, Олеш. Здравия. Привет передовикам, ударникам советской прессы. Дед Лёнь, ты так людей-то пугает. Злее будет. Трудится? Ага, через десять минут. А вы к нам? Имеются планы. На вечер отказ не принимается. Что за повод? О-о-о. Повод очень серьезный. Сюрприз. Ну ладно, я подумаю. Пока. Пока. Борис Аркадьевич, Борис Аркадьевич, силами новаторов технического производства небольшие неполадки были устранены. Оле. Оп. Я так насобачился. Могу на бульваре деньги зарабатывать, а Рутюнян обзавидуется. Оле. Оп. Где вы ходите? Маечка звонила. Сказала, что идёт в ресторан. Интересно, с кем? С Лёней, дядем вашим. Сказала, там ждёт сюрприз. Не знаю, как вам, Костик, а мне такие сюрпризы. Сильно не нравятся. Здрасте. Здрасте. Извините. А где все? Понятия не имею. Обалдеть! Прошу. Дядя Лень, вы чего, ресторан? На весь вечер сняли, что ли? Да, а что тут такого? Ничего. Ага. Зачем? На тебя впечатление произвести хочу хорошее. У вас получилось. Приятного аппетита вам. Спасибо. Ну, а почему я? Не догадываешься? Да хотелось все так по-человечески красиво, чтоб было. Как в кино. Что совсем как идиот выгляжу. Да, ну почему же как идиот? Нет. Сто раз собирался тебе сказать, да все… Да, все как-то так. То дела… Времени нет, а вчера вдруг как осенило. А если не успею? Ну? А как она снимка? Это рули. Дядя Лень, я… Я, правда, не знаю, что сказать. Но, чёрт возьми, сейчас будет всё так глупо звучать. Ну, я, правда, вам очень благодарна, что вы делаете для меня, для деда. Но, просто, это всё как-то… А почему ты не ешь, Майя? Всё же свежие люди старались. Давай потанцуем. Вот, как сон стороной прошла… Сердцу очень жаль, что случилось так… Стоп! Стоп! Звучитка… Хитать умеешь? Я к балабану… Я к балабану… Моя, пошли. Ты ничего не попутал? Ты идёшь? Дядя Лень, я… Я, наверное, пойду. Тебе решать, Майя. Я пойду. Дядя Лень, ну… Вы меня простите? Поросло травой, поросло травой, Поросло травой, Место наших встреч… ЗВОНОК В ДВЕРЬ Эй, не понял. Садись. Костя, а я… Эй, ты извини, ты одиннадцатым номером. ЗВОНОК В ДВЕРЬ В ДВЕРЬ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА МОВЕРЬ СПОКОЙ В ДВЕРЬ ПОСОЮЩАЯ МУЗЫКА Сейчас. Сейчас. Все. Бобик сдох. Ты чего? Ты чего? Ну, чего? Думаю. О чем? О том. Если ты думаешь, что я тебя простила, то ты ошибаешься. Как это? Как это? А зачем ты тогда с мной поехал? Это еще ничего не значит. А ты левой ногой не пробовал? Ха-ха-ха-ха! ...и других отраслях народного хозяйства, а также… ...и населенных пунктов и своим трудом… …и весомый вклад в выполнение плана и обязательств 1979 года. Праздник коммунистического труда стал и праздником интернациональной солидатности. Участники субботника с глубоким удовлетворением… Здрасте, Борис Аркадьевич. Вот как чувствовал, шо вы не спите. Борис Аркадьевич, ну давайте честно. Шо ее ждет по жизни? Вот без манса. Это же все грустно, как стихи Есенина. А так, дядьки, шуба, машина. Да все, что захочет. Я об этом даже и говорить не хочу. Все будет. А если, не дай Бог, со мной что-то случится? Она ж не пропадет. Она ж будет, как за каменной стеной. Ну, шо вы молчите, Борис Аркадьевич? Я думаю, Леня. Я думаю, зачем вы мне все это рассказываете? Так, чтоб вы поговорили, как близкие люди. Но поговорите вы по душам. Объясните ей. Она же еще многого не понимает. А девочка она умная, сообразительная. Потом поймет. Что? Вы просто объясните, шо по жизни хорошо? А шо пустышка? Вы не обижайтесь, Леня. Ну ничего, я ей объяснять не буду. Тюр, а шо это-то? Мне не нравится, как вы взялись за дело, Леня. И вообще мне не нравится, как вы ведете свои дела. А шо вам не нравится в моих делах, Борис Аркадьевич? Например, шо вы творите с Костей. Интересно, шо это он вам наплел про наши дела? Я думаю, Леня, шо когда бьешься девушку, то совсем не обязательно требуется конкурента отступной. Это не сильно красиво. Да еще к тому же, если конкурент, не чужой человек. Был не чужим. Когда я, между прочим, здесь при вас, за него, московским, пятьдесят косарей отстегнул. Как сейчас, так лучше было б не отстегивать. Ой-ой-ой. Значит, наши дела с ним вам не нравятся. А то, шо вы на старости лет с ним закрутили, это как? Плохо. И то, шо он плохо, а то, шо я так почти никуда не родится. Но главное, даже не то, шо вы творите с Костиком, а то, шо вы сотворили с его папой. С Жорой. Своим братом. Какие красивые цветы. Их надо в банну покласть. А то надолго их хватит. Ага. 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 Два года жизни. Умоляю, не плачь. Два года жизни. Я не выдержу. У нас мало времени. У меня, любимая, не нужно тратить его на слезы. Постараемся быть счастливыми и плюс от счастливых минут, что мы проведем вместе. Эй, хороший ржать! Охота ржать, валите вниз! Я боюсь остаться одна. Мы встретимся снова. У тебя будут другие женщины. Ты меня забудешь. Я буду любить тебя до конца жизни. Я люблю тебя, не покиняй меня, а? Ну-ка, спрыгнули отсюда! Дин, пожалуйста! Ну, теть Дин, ну пожалуйста, дайте досмотреть к ним. Ну, теть Дин. Я оставляю меня. Только не на моём подоконнике. Хорошо. Всё, всё. Любимая, я люблю тебя. Пойду, люблю тебя. Алла, вода же холодная. Возьмёшь племяша, отведёшь к озерам. Какого племяша? Который тебя на пляже обул. Рошад, исполнитель серьёзный. Твой племяш против него… Тебя чё, напряг в голове? Возьмёшь племяша, скажешь, что это фраерок московский, не фраерок. Он заряженный придёт. Машинка будет в рукаве. Да ты что, это ж бакинцы. Они ж без юмора. Там вон с Рошадом два обрека сидят. Так они за такое и привязать могут. А это другой вопрос. Тебя не касается. Усёк? Давай. Как вода, Алла? Влас! Хорошая баба. Но ненасытная. Пацаны, здесь норм! Приятно, что у вас такое хорошее настроение. Лучше не бывает, Борис Аркадь. Так помоетесь, то уже идите сюда. Всем здрасте. Поговорить надо. О чём? За отца твоего, Юрий Михайлович. Не убивал твой батька Весёлого. Но стрелка того. Не он стрелял. Я Бачев. Два мешки справа туда. Два мешки справа туда. Дядь Вань! Дядь Вань! Всем стоять! Чёрт живой! Оружие на землю! Слышь ты! Стоять, я сказал! Чушка! А ну вин кинь! Не подходи! Я сказал вин! Стрелять буду! В тех вагонах продукты были. Ну что в Москву отправляют? Ну дефицит чешу. Ну на громадные гроши. Следователь сказал, они там на двести тысяч увезли. А отец? Почему его арестовали? Твоего батьку возле Веселова нашли. В крови. Его прямо оттуда и увезли. На допрос. На ногане, с которого Веселова убили, отпечатки его пальцев. Но они и подумали, что он с теми заодно. Так я ж про то уже не знаю. Что? А шо ты не спрашиваешь, почему я следователю ничего не рассказал? И так ясно. Шо тебе ясно? Шо тебе ясно? Испугался. На другой день иду из милиции. И смотрю, с Вальком каких-то двоти поставят. Но я сразу узнал те, что со станции. Смеются, говорят мне, ну шо, дядька, шо будешь на допросе, следователь говорит, смотри, а то с твоим недоумком беда какая случится. Вы знали? Почему мне ничего не рассказали? Ну зачем? Кто знает, что и как там было. А вы с Леней все ж родня. Я подумал, что может так, как есть, может и лучше. Может так, как есть, может и лучше. Главное, что нам нужно, как есть, может быть, может как есть... На-а-а, на-а-а. Беги! Главное, где была Iniя. А-а-а... А-а-а... О! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вась, закрой! Хочешь пить — пей! Пало настоящее! Без бодяги! Здесь три куска! Балабан передал! Да спрячь-то, не свети! Желаете мне удачи, товарищ Оксов! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Однажды на горе стоял козел, а в небе летел орел, увидел орел козла, схватил его ора и полетел дальше. На земле стоял охотник, увидел охотник орла, выстрелил и орел камнем упал на землю, а козел полетел дальше. Так выбьем, друзья, за то, чтобы орлы никогда не падали, а козлы никогда не летали. Приехал, понимаешь, снял комнату хороших людей. Купаю, загораю, кушаю. Раз вкусно, сыграть не с кем. А думаю, зачем приехал, а? Да вы знаете, я тоже люблю. Вот так приедешь, ты знаешь где, а тут так хорошо. Да меня бы здесь вообще не было, если бы не Зиновий. Он меня с поезда вытащил. Спасибо, Зиновий. Гости дорогие, угощайтесь. Спасибо, красавица. Я на ней женюсь, клянусь, отобью и женюсь. Такая женщина. Зиновий Яковлевич, честно говорю в глаза, хочу у вас жену украсть. Да забирайте. Платите колы и забирайте. А если я соглашусь? В Баку уеду. Что ты без меня делать будешь? Пропадешь же. Я тебя покину, милый. Раз шикарный женщина, клянусь, мечта. Поэта. Ну что, друзья, сыграем? Да-да-да, конечно. Давай. Кто сдает? Вы? Нет-нет-нет, только не я. Ну давай, парень. С удовольствием? Я поприсутствую? Вы же с хозяей, дорогой. По рублю для начала? По рублю, по рублю. Ну, по рублю для почина можно. По рублю я по рублю, да? Главное, отдохнем по-человечески. Как учит нас партия, каждый человек имеет право на отдых. Так он же и в школе был таким же притырком. Ты помнишь о этом? Как его все чморили? Ага. Ой, так кто меня чморил? Да все. Ты забыл, как мы тебя за спортзалом отбуцкали? А, козлы. Козлы. А нечего было впаривать пробитые капсули пекаря. А что за капсули? Короче, пекарю батя привозит бульдог капсульный. Четкий такой, как настоящий. Ну и нужны же капсули. У нас был Децин, но мы их расстреляли за день. Чита говорит, у меня есть. Мы у него покупаем пачку капсуль за цельный рубль. Нет, все четко. Коробка муха не топталась. Типа фирма. Ну все, мы зарядили капсули, зашли за дом. Стреляем, стреляем, стреляем. Стреляем, стреляем. Тишина. Зырим. А капсули-то пробитые. Я у Олега Савчика пустую коробку выпросил. И капсули нестраченные этим кексом впарил. Ну, так мы его потом отловили и по счастью. Хлоп! Вот и хлоп! А рубль-то у меня остался. Я потом на него две пачки Бруклина взял, и на перемене по двадцать копеек за пластинку впарил. Два рубля на вару. Ну так форца же, у нас же в Африке форца. Так ментяра, он тоже в Африке ментяра. А, капсули-то пробитые. Ну да. Вы пробитые? А, капсули-то пробитые. Я не видя шпуном. А, капсули-то, да не был. А, капсули-то, да не был. Молодец! Упал. Открывай все. Упал. Упал. Мой сегодня день. Честное слово, раньше так никогда не везло. Бывает, да? Угу. Извините. Ну что вы, ну что вы так расстраиваетесь? Продолжим? Рубочка. Без потолка. Сколько у тебя там? Рубочка. Сколько у тебя там? Двенадцать тысяч. Двенадцать тысяч. Я упал. А увидеть можно? Ладно. Пацаны, Костик. Выходим, пацаны. Двенадцать тысяч. Отлично. Скрываюсь. Не жарко. Что? Не жарко, говорю, в курточке. Да нет. Сними. Не понял. Ара, куртку сними. Зачем? Сам снимешь или помочь? А что происходит, товарищи? Я сам ничего не понимаю. Сафар! Сафар! Тихо, тихо, тихо. Тихо. Ой, Весело, замок не английский, не под плоский ключ. Давай. Вставляй уже. Готово, врубай. Да. Газы. Милый, что у вас здесь происходит? Сейчас узнаете. Давай его сюда. Ничего сказать не хочешь, да? Да что здесь происходит, в конце концов? У этого шакала в рукаве машинка. Что? Какая машинка? Сейчас посмотрим, какая. Заряженный пришел, да? Думаешь, самый умный? Что у тебя там в рукаве, ну? Давай, давай, а то с рукой отрежем. Господа, ну вы же все интеллигентные люди. Заткнись, интеллигенция. Снимай, да? Да нет у меня ничего. Сафар, помоги мальчику. Я сам. А если у меня ничего нет? Ты за свои слова отвечаешь? Я за свои слова всегда отвечаю. И ты ответишь. Снимай! Снимай! Кортгудай! 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 Что? 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 Что вы наделаете?! Заткнись, сказал! Костя! Иди, посмотри, кто там. Этого уберите, ну! Давай, давай! За ноги! За ноги тянет! Давай быстрее слушай! Давай быстрее слушай! Что, подорваться хотите? Звоним-звоним, никто не открывает. Кто хозяин? Я хозяйка. Утечка в квартире. Они тут гуляют. Идите, проверьте. А утечка чего? Газа. А что, по запаху не слышно? А-а-а! Пахнет! Пахнет! Да у вас тут не пахнет! Вот тут Газенваген, не дай Бог, на той спичкой чиркнет! Так, все, все на улицу! Вышли на улицу, а то сейчас весь подъезд эвакуировать надо будет! Командир, все нормально будет, да? Я что, непонятно сказал, собрали документы и на воздух! У них там трубу прорвало! Что? Тю! Стоять! А у них здесь на три Волги! Старший опер, уполномоченный Писаренко, никому не двигаться! Чьи деньги? Ваши? Ваши? Нет, это не мое! Граждане, интересно получается, столько денег и все ничьи! Стойте там, чтоб никто не выходил! Газ же! Терпела, еще потерпишь! Телефон есть? Вызываем наряд! Вали отсюда! Товарищ старший оперуполномоченный! А не надо наряд! Не надо, я вам все скажу, я все знаю! Это он виноват во всем, я знаю! Это его деньги! Ты что, родная? Да я здесь вообще не приняла! Да я тебя не родная! Я не родная ему! Слышь! Тихо, стой! Стой! Его деньги? Его! Что это я смотрю, Рожа у тебя знакомая? Надо ориентировки поднять! Короче, этого я забираю! У вас есть три минуты на сборы! Спускайтесь вниз, я вас там жду! Деньги я изымаю! Как вещественное доказательство! Давай, давай! Уходим, уходим! Закрывай! Давай, давай! А все? Значит, знали они все! Знали! Вот суки! Так ты просто играл! Эд, просто это трусы по рубль двадцать! Покинец вообще не слишком упирался! Ну а смысл он употеть, если он все равно меня хотел на машинке хлопать? Во-о-о! А машинки-то тю-тю! Все, как я и предполагал! Но если бы вы не заперлись, меня бы точно порезали! Костян, а сколько денег? Двадцать четыре тысячи! Че ты урод? Да шо, урод! Двадцать четыре куска! Ёкарный бабай! Ты шо, все, давай? Все до копейки! Пацаны, без куска — это половина, что я ему торчу! Да не, оно понятно! Дружба даже двадцать четыре часа в сутки! Король! И не минуты меньше! И не минуты больше! Шо ты гудишь? Он лишь горгаз съедет! Правильно? Да! Эм, Исак! А мне говорят, к вам приехали! Я думала, Костик! Что-то случилось? Здравствуйте, Катя! Да не так шо бы! Я просто сказать кое-что хотела, вот и приехала! Что сказать? Может, мы сядем где? Конечно! Я… Я за письма хотела сказать. Ну, те шоу от Юргия Михайловича. Откуда вы знаете про письма? Да как же ж мне не знать? Я же сама их и отправляла. Седа Единова. Первое пришло — это мы как пять лет жили уже в вашей квартире. А обратного адреса нет, только ваше имя и конверт, знаете, такой… Сограничный. Прочла я, конечно, вы уж простите, но потом уже не читала. Московский адрес ваш я знала. Купила конверт наш, советский. И отправила до востребования. Знаете, подумала, мало ли шоу. Спасибо вам. Пустынными дорогами, полянами… Нормальный маг. За двести двадцать выхватил. Пинки, ну скажи, чтоб тебе что-нибудь нормальное записал. А шо не так? Фирма? Едут. Здорово. Двадцать четыре тысячи. Дядь Лёнь, скажи, они бы меня насмерть зарезали или так? Слегка пописали. А я чё? О том, как ты мне бакинцам сдал. Чё-то я не въехал, это что, предъява? Доказать можешь? Тогда не вякай. Я тебя не сдавал. Конечно. И отца не сдавал. Тогда на станции. Когда ты охранника убил. Это я тоже доказать не могу. Так. Предполагаю. Да выключи-то эту шарманку. Я тогда к Жоре пришёл в открытую. Я думал, что на этот раз у него мозгов хватит. Да где там? Пацаны, это же Эльдорад. Давай. Ему надо было только глаза закрыть. Чё он на работу попёрся тогда? Я специально день выбрал, когда не его смена. Может быть и проканало бы, если бы охранник не выскочил. Сейчас шухер поднимется. Уже! Не стреляй! Не стреляй! Оружие на землю! На землю я сказал! Лёня, остановись. Я прошу тебя. Что встали? Все в машину! Ты никуда не уедешь. Ну, давай. В машину все! Ну! Викон! А так, конечно, пальчики Жоркины на волыне. Получается, начальник в сговоре с налётчиками, да им всё в ёлку. Сидел и репу чесал. Пойду сдаваться, мне вышка. А ни хрена делать не буду, ему кранты. А ни хрена делать все. Пойду. Три! Включи! На пушка смотреть! Сейчас, братишка, подожди. Всё, братишка, приехали. Приехали? Ага. Ну, ты что? Ты что творишь? Жора, перестань! Жора! Жора, иди сюда! На сторонам смотреть! Жора! Входят! Входят, Жора! Так что каждый сам выбирает, что он в жизни делает. Понял? Он выбрал. За тобой должок остаётся. Дело будет, я свистну. Аркадичу привет! Так, а Мафан где? Чтоб ты, братуха, меня для Мишу сдала. А? Я? Или не ты? Я. Ну и? Не дело. Ну и как я после этого могу тебе доверять? А я тебе? Что там с паспортами? Да нормально всё. Только они, это, аванс просят. Ну что, половину вперёд. Так, слышь, Костян, а что её там с Майкой? В смысле? Ну она знает. Ну в смысле, она поедет тоже? Она ж поедет. Ну она знает, что поедет? Вот ты даёшь, Костян. А может она не захочет? Захочет. Ну толкай тогда. Захочет. Четачи, ага-ли-дан! Захочет. Субтитры создавал DimaTorzok